Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Слава Милко и сегодня мы отправляемся в новую серию охоты за винилом. Я приехал в город Сочи, чтобы немножко отдохнуть, развеяться, ну и заодно показать вам магазин виниловых пластинок не только в больших городах, но и в городе поменьше. Здесь расположен очень интересный магазин Меломан Клуб Сочи, в котором представлено несколько тысяч винтажных пластинок, очень много винтажной аппаратуры, которую я с удовольствием посмотрю и покажу вам. Поэтому сегодня у нас светит солнце, я немножко не по погоде жарко одет, но ничего страшного. Отправляемся в торговый центр Атриум, который расположен на одной из центральных улиц города и будем смотреть магазин Меломан Клуб Сочи. Пойдемте, я вам все покажу. Как всегда по традиции, перед началом каждого ролика я прошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и подписывайтесь на мои социальные сети. Если вы на них подписаны, то вы уже знаете, что я несколько дней нахожусь в Сочи, поэтому ссылки все внизу. Пойдемте смотреть Меломан Клуб Сочи. Друзья, хочу вас познакомить с Павлом, владельцем магазина Меломан Клуб Сочи. Павел, приветствую вас в стенах вашего магазина. Очень рад, что в таком большом курортном городе есть свой магазин с пластинками. Расскажите немножко, как появился этот магазин. Ну, по сути, вы зашли, как говорится, еще на такие развалы, потому что мы ровно неделю назад сюда переехали. В смысле, переехали не в Сочи, а переехали именно в это помещение. Поэтому, ну, процентов на 70, наверное, еще тут у нас готовности. А вообще, магазин Меломан Клуб сюда переехал из Сибири, из самого центра Сибири, из Красноярска. В августе месяце, и вот, грубо говоря, в сентябре мы начали работать в этом прекрасном городе-курортике. При входе в магазин нас встречает целый стеллаж с винтажной техникой, катушечный магнитофон. Катушечный магнитофон это Отто, это крайне редкий магнитофон фирмы Санио. Верхняя линейка, она называлась всегда по-другому немножко, да, вот у Санио, фирмы Санио. Была верхняя линейка Отто, катушечная дека, да, Пионер, шикарный стол, роликовый он. Единственное, корпус, естественно, восстановленный, корпус восстановленный, а сам стол, тонарм, все родное. Это примерно, вот, чтобы не соврать, это примерно самое начало 70-х годов. Акуфейс 800-й, ну, до сих пор считается одна из таких передовых фирм, которая, значит, ну, законодатель, скажем, такого интересного звука. Он где-то в районе 50-ти килограмм, 47-48, у него раздельное питание, два шнура питания. Один белый канал питает, другой правый канал питает. Ну, а так, все такое, примерно, среднего уровня. А вот акустика интересная. Акустика Браун, я не знаю, какого года, но звучит шикарно. Это студийные мониторы, закрытый ящик. Это вот легендарные Телефункины. Это немецкие, да? Это профессиональные, да, четырехполосная акустика. Но самое, что, допустим, меня очень сильно впечатлили, это акустика. Это шарф, это шарф, это бумага, это бумага, это алюминий. Сзади три штекера подключили, то есть нужно по раздельности все подключать. Вот она мне очень сильно нравится. Здесь у меня маленько магнитол, но это легендарный шарф, линейка 9, от 909 до 999, они выглядят все примерно одинаково. Вот тоже, кстати, с Аню Отто, это кассетная такая, да, это интересная состояние, ну, подкупает. Ну, JVC, да, магнитофон, Виктор. Виктор, он с телевизором, это единственный магнитофон, который имеет телевизор сверху черно-белый. Ух ты, вот это интересно. Видите, вот он. Это маленький экран, это маленький экран, он работает. Ну, вот японцы, японцы, конечно, молодцы. Он довольно тяжелый. Это вот один из моих любимых, National, потому что в детстве был в F Sigma. Дизайн один к одному, просто один к одному. Многие приходят и спрашивают, это F? Ну, это... Я понял. Это вот эти штуковины, которые можно пластинки мыть. Есть, которые статику снимают, есть, которые чистят. Вставляются батарейки, и она вот так вот носится по пластинке. Это неиспользованный товар, это просто из коллекции. Вот один из моих любимых пионеров. То есть, это вот реальный винтаж. Состояние, видите, тоже состояние. Со стрелочками. Вот мы с нами разговаривали, что это японцев, да? На каком состоянии у них пластинки, в каком состоянии у них аппаратура. Ну, и сзади вас тут целая коллекция, да? Ну, как бы, это тоже не все. Вот интересные кемологи с такой ракушкой, видите? Это АКГшки. АКГшки очень сильно любят. Они сделаны в Австрии. То есть, сейчас китайцы, но праздник, тоже хорошо делают. Но это настоящие австрийские. Вот такого плана. Чего вы любите? Вот такого плана наушники. Наушники очень сам люблю, поэтому вот они здесь у меня. И средняя цена вот. Они недорогие. Они недорогие, они в пределах там от трешки стоят примерно, ну, там тысяч до восьми, до семи. Самое интересное, смотрите, есть вот такие вот экземпляры. Это вот родная коробочка, да? Это вот родная коробочка. Видите, здесь, во-первых, есть регулятор громкости. А с другой стороны регулятор частот. То есть, они с паспортом, там все в таком кофре. Они все полностью рабочие. Ну, знаете, просто поставить где-то дома, да, и сделать переходник из айфона, послушать mp3. Ну, это будет, да, немножко извращением, наверное. И при входе нас встречают, да, немножко козырных позиций, на которые обращают внимание все люди. Конечно, вот Zeppelin и обратная сторона, и вот эти вещи, они нетленные такие, скажем, да. Также, допустим, действительно, в Сочи очень любят молодежь, очень любят джаз, очень приятно, да. Очень часто спрашивают Нину Симон, Белли Холиды, там, Армстронга. То есть, вот прямо, вот, знаете, спрашивают чаще, чем Modern Token, например, да, или Аббу. Вот это вот уже радует, причем приходит молодежь, такие, ну, девчата, ребята, там, лет 17-18, и спрашивают тут Армстронга, допустим, да, и, ну, опять же, повторюсь, там, Нину Симон. И, причем, самое главное, что они разбираются еще, допустим, я до конца не могу понять, где, какой альбом Нина Симон, да, а вот там с такой-то песней, а вот там с такой-то картинкой, да, вот, интересно. Ну, это здорово, это здорово. Это у нас... Это Анна Герман, немецкое издание. Мелодия, да? Да, ее записали в Германии, фирма Melodia, самое что приятно, фирма Melodia, не на пятаке, у вас тоже будет написана мелодия. Вот это прям сильно радует, то есть, когда открываешь, не что-нибудь там, да, как вот сейчас современные пишут там, ну, лейблы, а вот именно, именно будет написана мелодия. Выбор в магазине действительно радует, здесь огромное количество пластинок, мы уже с вами имели честь с владельцем обсудить ассортимент. Ну, давайте пробежимся кратинечко по ассортименту, да, действительно будет сложно найти что-то, поэтому охота будет такая своеобразная, поскольку здесь все расставлено только по алфавиту, не по жанрам. Поэтому, чтобы посмотреть цены, ассортимент, будем выборочно доставать какие-нибудь пластинки, смотреть их. Продолжая разговор о винтажных, соответственно, пластинках или новых, вот, пожалуйста, среди, есть последний альбом, экс-битла Ринго Стара, 2200 он стоит, очень приятная цена. Да, новенькая запечатанная пластинка, с действительно клевой музыкой, я причем уже в каком-то, наверное, видео отмечал этот альбом, но отмечу его еще раз. И, например, группа Рейнбоу, 1200 рублей, все в очень хорошем состоянии, запечатанное. Посмотрим наших любимых Modern Talking, здесь их большущий выбор, есть, как и новодельное издание с миксами, а дальше у нас идут номерные альбомы в большом количестве. Я их прям вот так вот все достаю. Это у нас, по-моему, шестой альбом, 2300, есть целая пачка пятого альбома, стоит он тоже 2400. Четвертый альбом за 2500, в разных исполнениях, ну, скорее всего, немецкий, скандинавский, голландский. Потом третий альбом, и после него идет сразу первый за 2600. Британцы Human League в Минте, вот уже 900 рублей. Вот это очень приятное предложение, классная пластинка, такой это синтепоп. Конечно, если честно, искать, когда в таком вот ассортименте, очень-очень сложно, когда все расставлено по именам. Ну, что делать? Поэтому сегодня будет мало пластинок, но будет много интересных разговоров. В углу у нас небольшой стенд с русским роком, как бы русский рок еще представлен, конечно, на полках, но здесь уже так отобрано. Даже, наверное, я обманулась, здесь не русский рок, здесь просто именно по русской музыке, коррозии металла. Все тоже расставлено по алфавиту. Кино, черный альбом. Ну, ценника на него нету. Вот такая вот наша обнаружилась прекрасная пластинка группы Пар Горького, 1500 рублей. Тоже с хитами. Здесь группа Припинаки, альбом Майский ромб. Я, насколько знаю, что пластинка достаточно редкая и дорогая. И 1700 рублей за него. Это очень-очень скромно. Обратите внимание, прикольная музыка. Тантроп. Вы залезли в секретный шкаф, где тут редкие дорогие вещи. Ну, допустим, вот это запечатанные позиции. Именно оригиналы. Ну, это 200-граммовое издание. Ну, вот я вижу, Ладзеппелен, да? Это классик рекорд. То есть это современно, но они тоже, ну, то есть не дешевые. Вот шикарный КИС запечатанное японское издание. И? Lock It Up. How Much? Это прекрасное издание японской группы КИС. В районе сотки примерно. Это вот редчайшая позиция. Это крафтверк самый первый. Кто, когда включаешь его, люди не совсем понимают, что это крафтверк играет. В чем подвох? Ну, потому что у них тут такой стиль маленько отличается. Это английское издание, но это не самое первое издание, это второе издание. Первое издание стоит больших денег. Это оригинал, 80, по-моему. А, это 93-й год, это англичанин. И сколько? Да, это запечатанная пластинка. Тоже вот в районе 100 евро, да, не все? Да, 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 да. Это какая-то невероятная пластинка дорогущая. Я не знаю, кто такие, какие-то шведы, по-моему, или, ну, скандинавы, да? Вот, не понимаю, на дискоксе пару штук есть там. И что они примерно играют так, чтобы, ну, хотя бы на что похоже? Какая-то... Даже не могу описать. Ну, Харрисон запечатанный поп-попса всегда в цене, которые запечатанные позиции вот такие. Ну, типа Газеба, да? Вот про что я говорил, Горди, это РТБ, это Югославия. А, это Македония, Белград, Белград, да. Вот эти пластинки сам сильно люблю, очень обожаю именно вот РТБ, румынские пластинки, которые... Это такая, получается, югославская эстрада. Это не эстрада, это именно такой джаз. Инструментальная, да? Да, первое японское издание. Ну-ка, давайте Дорс посмотрим поближе. Ну, это первое японское издание, видите, края закругленные, состояние у них, ну, идеальное. И 75 долларов, да? Ну, можно подогреваться. Плюс-минус, ага. Вот эта фирма очень середина, ну, классно пишет, Mobile Fidelity Sound. Да, 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 это и Dead Condens, да, были? Да, обожаю. Вот почему-то ценится позиция Marai Carry. Особенно ценится, ну, просит ее обычно продать в Южную Америку. Ну, видимо, ну, не знаю, там сильно любят ее. У меня две пластинки осталось, она запечатанная. И цена 200 евро. Ну, это запечатанная позиция. Если распечатанная, она может быть подешевле. Вот добрались, вот русская рулетка. Первое японское издание запечатанное. Именно запечатанное. Это шедевр тоже. Это Аксепп, просто девол. Японец, но запечатанный. В общем, раритетов у вас целый. Вагон и маленькая тележка. Вот вы не любите японские, да? Да. Все равно, как. Вот тоже это все. Им по 40 лет. Вот они арабецкие. Суфбейс тоже уже попала в раритеты. То есть, вот именно первое. Это начало 90-х. Они все ценятся. Они все остальные. Ну, само собой Челентано. Здесь Челентано. Челентано это бог, скажем так. Маленько здесь давайте покажу. Так, вот это редкая 49-ая Рокольта Фаустопоппетти. Всего у него было 50. 50 в руках не держал. Но 49-ая тоже в цене. Это оригиналы. Он, кстати, не любит японский. Пожалуйста, вот американец. Угу. С 83-го года запечатанный. Уда. Уда тоже обожаю. Итальянский. Итальянцы. Тут у Кутунио. У Кутунио. Вот обожаю. Париж-Франция Транзит. Сейчас Машина Рекордс переиздали. Концерт Дидима Руани в Москве. Молодцы вообще. Такой респект. Классно. Еще бы если бы такую пластинку бы издали. Это было бы просто не знаю. Ну, Space. Разные издания. Французские, американские, мирумировские. Все разные. Все классные. Сандра. Нетленная, конечно. Сандра наша. Вот про что я вам говорил. Это поляк. Это поляки на пронте. Пьётр. Да, Пьётр. У поляков есть вот польские джазы. Есть нереально редкие дорогие пластинки. Это конец 60-х годов, начало 70-х. Когда они только начинали джазы писать. Запись шикарная, классная. Так, вот редчайшая пластинка. Это поёт Георгий Сон. Корейские песни. Видите, записанная мелодия. Но она еще и цветная. Это просто супер раритет. И цена у такого раритета. Сотка. Сотка, да. И вот это вот одни из самых моих любимых пластинок. Это Орг. Это фирма тоже американская. Они пишут на 45-й скорости. Вот этот классический альбом Оскара Петерсона, который выглядит... Он должен быть на однодисковом, да? Ну, здесь, да. На 45-й скорости. На 45-й скорости. Причем вот этот знак совпадает. Опять же. То есть, вы когда забиваете, он на вас может выскочить как оригинал. Нужно зайти вот... Либо там найти, либо вот на Орг. Это вот эти пластинки очень качественные. Ну, это чистый аналог. Ну что, мы посмотрели магазин Меломан Клуб Сочи. Павел, спасибо большое, что уделили нам время. Рассказали о всяких раритетах, которые у вас представлены. Ну, а мы будем рады рассказать об этом своим зрителям. Будем по возможности заезжать, может быть, к вам в гости. Хорошо, милости просим. Еще раз, может быть, адрес скажите магазина. Мы его оставим, конечно, внизу в описании. Но чтобы... Адрес, это, можно сказать, самый центр Сочи. Это улица Новогинская, 9D. Это торговый центр Атриум, второй этаж. Ну, не такой большой, то есть второй этаж можно найти. Услышите музыку, либо ребятишки там напротив игрового комната. Ооо, это сюда, к нам. В общем, развивайтесь, растите. Спасибо. Спасибо, было очень приятно пообщаться. Всего хорошего. До свидания. Ребята, ну что, мы посмотрели очередной магазин, меломан клуб Сочи. Магазин оставил после себя очень приятное впечатление, и я не ушел из магазина с пустыми руками. В этот раз у меня получился улов в виде одной пластинки. Сейчас я вам ее покажу. Это группа In Excess с альбомом Swing. Эта пластинка, по-моему, была выпущена в 1984 году. И, в принципе, стала одной из самых популярных работ коллектива, которая входит в до сих пор топ-10 самых продаваемых пластинок австралийских групп. Немножко чем-то это похоже на альбомы Boy U2. Классная пластинка. Рекомендую вам ее послушать. Давайте ее, может, откроем. Я сейчас покажу внимательнее. Такой вот одиночный конверт. И внутри, соответственно, у нас пластинка в таком антистатичном конверте. Так что приеду, буду слушать. А пока послушаю с удовольствием на телефоне. Ну что, хочу поднять этот рыжий, ярко-такой солнечный бокал коктейля, чтобы выпить за ваше здоровье. Поблагодарить вас, что смотрите мои видео. Хорошо. Сзади меня, может быть, вы не видите, но море, солнце, прекрасная погода. Такой вот отличный выбор пластинок. В целом, магазин мне понравился, но музыки той, которую я люблю, которую я собираю, в магазине было очень мало. Все-таки его владелец Павел предпочитает совсем более старую музыку, более редкую. Это джаз, эстраду бывших советских стран, поэтому для себя было найти что-то достаточно сложно. Но Лед Зеппелин, Дип Пепл, Битлз представлены в огромном количестве. Плюс куча просто для меня неизвестных артистов. Но это не делает магазин плохим, это наоборот показывает то, что все магазины разные, все они культивируют свой вкус. Изучайте их ассортимент, и я думаю, что летом многие из вас отправятся на курорты Черного моря и смогут сами зайти в этот магазин. А я вас еще раз благодарю за просмотр. Желаю вам всего хорошего, удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok